Издбайком представляет мастер-класс по вольной борьбе от олимпийского чемпиона Джордана Барроза. Перевод и озвучка – борьба – это жизнь. В этом видео я покажу базовые приемы, которые помогут набрать 2 балла в борьбе. Я покажу вам свой любимый прием, который приносил мне успех в школе, колледже и во время моей международной карьеры. Это захват двух ног. Все зависит от выбора времени и правильного момента. Итак, мы в исходных позициях. Я ложу левую руку сюда. Правая рука остается здесь, чтобы защитить ноги. Я в этой позиции. Затем кладу правую руку ему на шею и хватаю его. Его реакция будет обратно поднять голову, поэтому как только он делает это, я нагибаюсь, чтобы быть готовым к проходу в ноги. Мы кладем левую руку сюда, хватаем его правой, он поднимает голову, моя стойка уже ниже, локти опущены и я готов проходить в ноги. Когда я собираюсь совершать проход, я делаю шаг, чтобы моя ведущая нога была впереди. Я буду словно самолет, который взлетает и валит этого парня на мат. Локти опущены, я делаю шаг, падаю на колени, обе мои руки захватывают его колени сзади. Он силен здесь в бедрах, но не настолько силен в коленях, у него тут слабое место на изгибе. Я в позиции, моя голова упирается ему в грудь, отсюда я поднимаюсь на ноги и валю его из этого положения. Запомните, кладем левую руку, хватаем правой, он поднимает голову, снижаемся, проникающий шаг, хватаем его за ноги, голова упирается по центру его грудь, руки сзади на коленях, поднимаемся и выполняем прием. Во время настоящего поединка это будет выглядеть так. Руку сюда, хватаем, проникаем и бросаем его. Теперь я покажу вам несколько разновидностей захвата одной ноги. Первый прием наиболее распространенный. Мы в исходной позиции. Я контролирую его руки здесь, с внутренней стороны его трицепсов. Его левая нога далеко от меня, я хочу захватить ее, поэтому выставляю вперед свою ведущую ногу, вот таким образом. Я делаю шаг и теперь его нога гораздо ближе ко мне. Я меняю уровень, теперь я должен зайти с внешней стороны. Я проникаю вовнутрь, затем мне нужно поставить свое колено позади его левой ноги. Я падаю и мое колено оказывается за его ногой. Отсюда есть несколько вариантов завершения. Мы можем подняться вверх или упасть на мат. Посмотрите, как располагаются моя голова и грудь. Моя правая нога позади его левой ступни, моя левая нога здесь. Я удерживаю его ногу подмышкой. С этой позиции тоже есть несколько вариантов. Мне нравится атаковать с внутренней стороны бедра и отправлять соперника на мат вот таким образом. Внутренний контроль. Приближаем его к моей ведущей ноге. Шаг. Обхватываем здесь. Колено позади его ступни. Левая нога помогает подняться. Правая нога вверх. Хватаем его ногу своей подмышкой. Отсюда раскручиваем его в правую от себя сторону. Рука на внутреннюю сторону бедра. И валим его на мат. Сейчас я покажу вам хай кротч. Та же позиция, что и в предыдущем приеме. Но в этот раз мы тянем его не к своей ведущей ноге, а в другую сторону. Тяну его влево, чтобы он сделал шаг правой ногой. Как только он ступает, вы должны сменить уровень. Я меняю уровень и отпускаю сначала правую руку. И как только она здесь, моя левая рука воссоединяется с ней вот здесь. Голова и грудь подняты. Руки вместе позади его ноги. Руки за его лодыжкой. Удерживаем голову и грудь и смотрим ему за спину. Я хочу повалить его на правую сторону, поэтому смотрю ему за спину. Вернемся в исходную позицию. Внутренний контроль. Тянем его в сторону от моей ведущей ноги. Делаем шаг и соединяем руки на его лодыжке. С этого момента начинаются трудности. Я должен поставить свою правую ногу позади него. Поворачиваю тело, ставлю ногу позади. Я повернул левый локоть и глубоко проник в его область коленей. Я в позиции. Поворачиваю правую ногу, глубоко проникаю локтем. Отсюда я стою правой ногой. Теперь моя правая рука позади его колена. Я опрокидываю его всем телом. Смотрим ему за спину и бросаем. Еще раз возвращаемся в исходную позицию. Внутренний контроль. Тянем в обратную сторону. Обе руки вниз. Голова и грудь подняты. Поворачиваем тело. Левый локоть глубоко. Встаем правой ногой. Правая рука идет за его колено. Заваливаем его. Следующий прием Duck Under. Та же позиция, что и High Crotch. Моя голова здесь, внутри его плеча. Затем я делаю ложное движение вправо. Это заставляет его сделать шаг назад левой ногой. Затем я проникаю головой ему под руку. Это сложный прием. Я в позиции. Делаю шаг вправо. Он отступает левой ногой. И я проникаю головой ему под руку справа. Отсюда есть несколько вариантов. Я могу подняться вот так и сложить руки в замок за его талией. Или могу остаться внизу в этой позиции и захватить обе его ноги. Мы в позиции. Голова внутри. Упирается ему в правое плечо. Я делаю шаг вправо. Он отступает. Я проникаю влево. Становлюсь на правое колено. Моя голова вверху. Отсюда есть несколько вариантов продолжения. Встать, сцепить свои руки и поднять его. А затем бросить. Или же остаться внизу и сделать захват двух ног. Руки на коленях. Бросаем этого парня прямо. Еще раз. Стойка. Голова внутри. Шаг вправо. Он отступает. Шаг влево. Либо смыкаем руки здесь и бросаем его. Либо остаемся на коленях и бросаем его за две ноги. Следующий прием курбет. Это очень хороший прием для начинающих борцов и очень простой захват. Запомните, как бы хорошо не выглядел прием, все они сводятся к двум основным движениям. И вот они. Я в этой позиции. Внутренний контроль. Отсюда мне нравится ложными движениями заставлять соперника двигаться, чтобы он терял баланс. Итак, у меня крепкая стойка. Я делаю ложный шаг правой. Он отступает. И я кладу руку сверху. Крепко хватаю его и тяну к своей ведущей ноге. Затем отступаю ей назад. Я хватаю его. Отступаю назад ведущей ногой. Я в позиции. Делаю ложные движения. Он отступает. Хватаю его и поваливаю к своей ведущей ноге. Моя грудь сверху на нем, чтобы создать давление. Если бы я положил сюда плечо, не было бы давления на его голову. Чем выше моя грудь, тем больше давления на нем. Из этой позиции я тяну его к своей ведущей ноге. Я иду в сторону от этой ноги по кругу. Дергаю его. После этого захожу со стороны. Не обхватывайте его за талию. Из такого положения борьба все еще возможно. Хватайте за бедро. Тогда есть возможность завалить его. Продолжаем создавать давление на голову. Правой рукой я переворачиваю его. Возвращаемся на исходную. Крепкая стойка. Ложные движения. Он отступает. Правая рука сверху на нем. Валим его к ведущей ноге. Грудь на нем. Сильное давление на его голову и шею. Левая рука под мышкой. Затем по кругу движемся вправо. Дергаем его. Левый локоть опирается на мат. Заходим сбоку. Хватаем за бедро. Помните, не за талию, а за бедро. И валим его. Продолжение следует... Продолжение следует...